...от количества ваших грехов в прежних жизнях. Может быть, за одну жизнь вы и не управитесь. Может, даже за десять не управитесь. Но надо стараться. Иначе говоря, вот это и есть такая религия без Бога, собственно. Боги здесь играют вторую и третью степенную роль. Но религией без Бога является, строго говоря, также и буддизм. Будда, как и все основоположники этих вот религий осевого времени, он был живым человеком, реальной исторической личностью. Он родился в одном из североиндийских царств, как о нем рассказывают. Ну, позднее сложились разные легенды. Значит, согласно более поздним историям, уже как при его рождении, на нем были обнаружены знаки, свидетельствующие о его необычайном происхождении, о необычайном предназначении и так далее, и так далее. Ну, есть там такие совершенно земные истории. Его отец очень заботился о том, что у его сыну жилось хорошо. Он держал его в роскошном дворце. Он никогда не позволял ему увидеть ничего плохого. Он уже собирался жениться на красавице. Там все было хорошо и прекрасно. Но однажды ночью он сбежал из дворца и побродил по городу. Он увидел старика. Ему не показывали стариков. Он увидел больного. И он увидел похороны. И тогда он понял, что человеческая жизнь полна страданий, что с этим надо что-то делать. Он убежал из дворца и стал странствовать в поисках просветления. В надежде, что на него сойдет это самое озарение. И он поймет, что надо делать. Он сначала пытался стать аскетом. В Индии аскетизм – это давняя такая традиция. Потом он понял, что это не есть путь к спасению. Он сел под деревом, стал предаваться медитации. Там его искушал злой дух. Это очень похоже на историю о том, как Сатана искушал Иисуса Христа в пустыне. Он не поддался, конечно, этим искушениям злого духа. И там на него сошло просветление. Это не зашло под этим делом. Он называется Будда. Будда – значит просветленный, получивший вот это самое высшее знание. Высшее знание состояло в том, что в человеческой жизни есть страдания по той причине, что человека постоянно обуревают желания. Нам всегда чего-нибудь хочется, того, чего у нас нет. Из-за этого мы и мучаемся. И что есть простой способ избавиться от страдания. Избавиться от желаний. Для этого необходимо достигнуть такого состояния, когда вы владеете полным самоконтролем над своими помыслами и чувствами. То есть вы управляете собою на сто процентов. И тогда наступает нирвана. Что такое нирвана, Будда ни разу не объяснил. Я отказывался отвечать на такой вопрос. Нирвана – это некое высшее состояние, от которого должен человек достигнуть впоследствии полного самоконтроля и полного отказа от желаний. Вокруг него собирались ученики, последователи. Он умер в возрасте около 80 лет. И потом, как это всегда в таких случаях бывает, его ученики разделились на несколько разных течений, из которых два являются самыми главными. Это Хинаяна и Махаяна. Ну, Хинаяна – это последователи Будды, то есть первоначального буддизма, так сказать, которые считают, что спастись можно только став монахом. А с Хинаяной и Махаяной дело обстоит много сложнее. Дело в том, что многие мыслители, в том числе и буддийские, находили один изъян в этой истории. И состояло в том, что сторонники вот такого подхода к делу, они заботятся только о своем спасении. Они эгоисты. Они не думают о ближних. А надо заботиться, надо помочь спастись другим людям. И вот сторонники Махаяны, они вот исповедуют такую, такой вариант учения Будды. Значит, согласно этому появляется новый образ, образ Бодхисатвы. Бодхисатва – это человек, который достиг уже совершенства полного, но не уходит в нирвану, потому что хочет помогать людям из жалости, из сострадания. Он не уходит в нирвану. Он, так сказать, отказывается от этого самого вечного покоя, блаженства, благодати. Ну, тут не ясно, что такое нирвана, еще раз подчеркиваю, никто не знает, что такое нирвана, нет определения этого. Но он остается на земле среди людей, чтобы им помогать. Поэтому вот в этом течении, кроме Будды, есть еще много вот этих второстепенных десанажей, этих Бодхисатв, которые... Ну, вот у нас в Питере имеется буддийский храм как раз вот этого течения. При этом буддизм позаимствовал от индуизма вот это учение о карме и о сансаре. То есть вот эту сансару можно прервать, как я уже сказал, эту цепь перерождений бесконечную можно прервать отказом от желаний. Ну, а что касается кармы, то вот будешь хорошо себя вести, все будет в порядке тоже. Только на буддийский манер. Так что эта религия тоже без Бога. Иногда говорят, что вот Будда — это Бог. Нет, это не Бог. Это учитель. Но это не божество. Хотя потом, конечно, это обросло всякими легендами. И в частности, существует представление о том, что Будда — это нечто вечное, что просто он время от времени рождается, чтобы помочь людям. Рождается у смертной женщины, чтобы помочь людям, когда накопилось уж слишком много бедствий на нашей с вами планете. Тогда он приходит. Ну, поскольку он очень давно не приходит. Ну и потом вот есть в некоторых течениях, ну, в Тибете, например, существуют такие вот люди, которые считаются живым воплощением. Вот это он пришел, чтобы помогать. Так что, как видите, есть религии, в которых боги, хотя, так сказать, теоретически существуют, но существенной роли не играют. Они не распоряжаются человеческими судьбами. А вот есть эта самая карма — необходимость. Кстати, у древних греков тоже было такое понятие — ананка, необходимость, которой повиновались даже боги. Но это было такое вот смутное какое-то понятие. До того, до чего додумались индийцы, они не додумались. Ну и, наконец, в Китае, как я уже говорил, там вообще с богами довольно сложный вопрос. Там богов практически и нет, и не было. Есть такой непонятный, очень такой смутный образ неба. И Конфуций, который тоже, хотя он, по-нашему говоря, обожествлен, ну, так пишут в европейских книжках, но на самом деле это просто очень почитаемый учитель. Даже нигде не говорится, что он стал бессмертным на самом деле. Он умер, находится где-то там в мире духов, и он не стал божеством на самом деле, в нашем смысле этого слова, а он учитель, как Будда. Он приходил один раз, чтобы научить людей, как им жить, как себя вести. И в связи с этим вернемся к вопросу о цивилизациях. Значит, цивилизации, извините меня за некоторую измивчивость, но мне пришлось срочно перестраивать свои версии, я-то думал, что я буду с историками заниматься. Ну вот, значит, мы с вами выяснили, как я надеюсь, выяснили, что такое культура, если никто из вас не возразит. А что же такое цивилизация? Так вот, цивилизация, это вот, значит, когда люди достигли определенной, когда общество человеческое достигает определенной степени развития. Но существуют ли разные цивилизации? Или это единое понятие? С начала исторического времени существует человеческая цивилизация. По-видимому, нет. Цивилизацию, по-видимому, следует понимать как тип культуры. Вот культуры можно разделить на несколько типов. Все существующие на Земле культуры. Культура есть у каждого этноса, у каждого народа. Их можно разделить на определенные типы. Ну, так обычно и делают. Но количество цивилизаций и их определения, они тоже не имеют никакой логической стройности. Это какие-то совершенно субъективные вещи. То, что писал, например, Шпенглер, то, что писал Тойнбит. Почитайте. Сейчас просто не могу на этом долго и длинно останавливаться. У Тойнбит, например, даже в разных его сочинениях разное количество цивилизаций. Так вот, по-видимому, есть только один способ делить эти самые цивилизации. Это историко-культурный, то есть по типам культуры. И есть еще одна очень важная вещь. Ну, есть такой очень популярный был, очень популярный историк и писатель Умилев, который доказывал, что всякая цивилизация существует определенное, строго определенное время, а потом погибает. И тот, который придумал пассионарность, вам, наверное, рассказывали про это, нет? Нет? Ну, он говорил, что вот есть такие люди, пассионарии, используют такие испанские слова, люди с бурными страстями, которые и являются вот творцами истории. Они вокруг себя объединяют единомышленников и вот они меняют ход истории. Знаете, это неверно, конечно. Дело в том, что вот такие люди, они, по-видимому, это чисто биологическая вещь, там на один миллион людей ежедневно там рождается столько-то вот таких вот людей со страстями, столько-то гениев, столько-то талантов, столько-то, ну, примерно по статистике. То есть не существует более умных народов или менее умных народов, а почему же у них все-таки разные достижения, как вы думаете? Почему мы, например, так упорно отстаем от Европы? Что, мы глупее, что ли? Нет, мы не глупее. Все дело в том, есть ли возможность реализоваться вот этим талантом и этим пассионарием. А вот это уже зависит от общества, от его устройства, порядка, который в нем и так далее. Ведь давайте, вы знаете, у Марк Твена есть такая очень интересная, вы читали, надеюсь, все Марк Твена, но читали там Тома Сойера и Гекльбери Фина, да? Вот у него есть такая история путешествия Капезана Стромфилда на небеса. Там рассказывается про рай, но очень интересный рай. Там каждый получает почести в зависимости от того, кем он мог бы стать по своим природным данным, но не стал, не по своей виду. Поэтому там, в этом раю, величайшим поэтом всех времен и народов является какой-то там портняшка, который грамоты не знал. Они выучили его грамоте. А секретарями при нем состоят Гомер, Данте и Шекспир. А величайшим полководцем всех времен и народов является хромой сапожник. Он никогда не служил в армии за своего увечья, естественно. А адъютантами при нем состоят Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон. Вот это люди, которые могли бы стать, но не стали. Не повезло. А ведь это, между прочим, не шутки. Давайте подумаем, что было бы с Ломоносовым, если бы он родился лет на 50 раньше или лет на 50 позже. Как вы думаете? Стал бы он академиком и прочее. Всего на 50 лет для истории тьфу. Не стал бы. Мы бы сказали, пошел бы он, мужик Севолавы, паси своих коров в холмогоры. Он попал в тот очень коротенький промежуток времени, когда в России происхождение не имело значения. Вот и все. А сколько было таких, которые не попали, мы этого никогда не узнаем. Так что дело тут не в том, что такой-то народ талантливый, а такой-то народ неталантливый. Все народы талантливые одинаково. Только одни выращивают свои таланты, а другие не выращивают. И в этом вся разница и состоит. Так что, понимаете, вот почему часто удревняют, скажем, свою историю? Потому что считается, что тот народ, который первым создал государство и все прочее, он более талантливый, чем другие. Да ничего подобного. Это был народ, который случайно попал в эти условия. И там все народы, которые туда попадали, дело в том, что все вот эти вот места, где возникли первые культуры, самые знаменитые, и Египет, и Месопотамия, и Далинарида, и Индейганга, и Хуанхэ, это очень скверные места. Туда попадали люди поневоле, спасаясь от врагов там. Жить там было отвратительно. Но там были вот эти условия замечательные. Хорошая почва, плодородная, и сколько хочешь воды. Только надо было приложить ум и руки. И все они решили этот вопрос прекраснейшим образом. Все эти народы. Все они создали ирригационное земледелие, там и все прочее. То есть никто из них не был самым умным. А просто вот прижало, и они сделали. То есть нет более умных народов, и нет народов менее умных. Есть вот народы, повторяю, которые своих гениев выращивают. А есть люди, у которых гений. Ведь такой вот гений, у которого ничего не получилось, ну что ж, он сопьется от смуты, от тоски, причину, которую он сам не понимает. Этот гений. Правильно? Конечно, это вовсе не означает, что любой алкоголик – это несостоявшийся гений. Но наверняка среди них такие и есть. В чем где-то что-то человеку не повезло, и вот, может, он гениальный математик. Может, он… Ну, известны же такие. Вот рассказывают, может быть, это легенда про какого-то нищего еврея, который жил в Одессе, там, на чердаке, где-то, кажется, у Куприна есть эта история, который придумал интегральное и дифференциальное исчисление. И принес показать это учителю местной гимназии. И тот, он сказал, что, конечно, это очень интересно, но Ньютон изобрел это 200 лет тому назад. Он пошел и повесился. Вот и все. Вот так это все происходит. Так что, повторяю, дело не в количестве умов и способностей, а дело в том, сколько из них смогло состояться. И есть еще одна вещь. От количества состоявшихся зависит то, сколько состоится потом. После. Вот Ньютон тот же говорил, я видел дальше других, потому что я стоял на плечах гений. На плечах гигантов, сказал, высоко стоял, далеко видел. А когда вот нету этих самых плеч, тогда плохо. Вот тоже маленький пример с тем же Ломоносовым. Понимаете, когда Петр проводил свои знаменитые реформы. Ведь в России чего только не было. Не было художников, да? Не было поэтов, не было писателей. Ну, первым замечательным русским писателем был протопоп Аввакум. Он был гений, безусловно. Но он, слава Богу, не знал, что он писатель. А если бы кто-нибудь объяснил, что он писатель, он, наверное, сжег бы свои писания и наложил бы на себя самое тяжкое покаяние. Поэтому вот он, значит, слава Богу, остался. Но не было инженеров. Ну, чего только не было. Но некоторые проблемы можно было решить просто. Ну, скажем, художники берутся из богомазов, из иконописцев, толковые молодые ребята, посылаются во Францию. Дело в том, что, чтобы вы знали, иконопись и живопись европейская, это разные вещи. Не только по эстетике, но и по технике даже. Картины пишут маслом на холсте, а иконы пишут темперой, это специальная краска, разводимая на яичных желтках, и на доске. То есть другая техника писания совсем. Ну, научатся, чего там, это не так сложно. А эстетические навыки, они воспримут вместе с образованием европейским. Пожалуйста. Но, можно ли у французов научиться писать стихи? Нельзя. Русский язык иначе устроен. Нельзя. Вот это невозможно. И вот тут-то как раз сыграл решающую роль Ломоносов. Он был, конечно, гений, как мы с вами уже выяснили, но его главная заслуга состоит вовсе не в том, о чем пишут в книжках. Он не совершил великих открытий ни в области физики, ни в области химии. Он не изобрел закона о сохранении вещества, и все неправда. Он сделал гораздо более важную вещь. Он написал русскую грамматику первую, по которой, между прочим, учились потом лет полтораста. Россия. грамматику российскую. И он создал русское стихосложение. для этого нужен был человек, вот такой, как Ломоносов. То есть человек с умом ученого и с талантом поэта. Ломоносов ведь был поэтом, как вы знаете, да? Это очень редкое сочетание. Ученые, как правило, если и пишут стихи, то плохие. Не так они думают. Даже неврологи утверждают, что разными половинами мозга думают ученые и художники. Ну, в мировой истории можно назвать еще двух-трех человек, людей вот с такими, так устроенными головами, что они могли и то, и другое. Ну, Микеланджело, например, мог. Гёте мог. Так и так, и эдак думать. Так вот, Суворов Ломоносов создал на основе немецкого стихосложения, он создал русское стихосложение. И тут выяснилось, что русский язык действительно замечательно хорошо приспособлен для писания стихов. Вот надо сказать, что он лучше приспособлен для этого, чем, скажем, английский язык, который лучше приспособлен для техники, для технических. Поэтому вся терминология у нас английская. А вот русский язык, благодаря своему определенному свойству, он очень хорошо в стихе. И вот он это сделал. Конечно, эту работу сделали бы и без него. Вот я когда спрашиваю, в чем главная заслуга Ломоносова этой русской культуры, мне говорят, вот он университет открыл. Я говорю, что без него не открыли бы университет. Да? Что там такое? Сейчас же перерыв, что ли? Нет? А? Не понял. Без него. Но вот этого, кроме него, сделать не мог никто. Без него это заняло бы лет 150. Конечно, этот вопрос был бы решен. Несомненно. Но что бы тогда было? Тогда вышло бы, что Пушкин родился слишком рано. Верно? Он, конечно, все равно стал бы поэтом. Но он был бы сегодня для нас чем-то вроде Державиным, которого все почитают, но никто не читает. Кто из вас читал Державиным? Скажите честно. Никто не читал. А, вы читали? Вы преподаватель литературы, нет? Нет? А? В каждой читали. Читали, да? Ну, как приятно встретить вот тут целых двух человек, которые читали Державиным. А, русские чтения каждый год. Ага. Очень трудно. Английские стихи очень трудно переводить на русский язык. Знаете почему? Английские слова в среднем короче русских сильно. И поэтому там в одну строку помещается больше, чем по-русски. И вот как это впихнуть в эту строку, это очень бывает очень сложно и далеко не всегда возможно. вообще. Из-за краткости английских слов. Но это такая уж особенность, от которой никуда не денешься. Так вот, понимаете, вот в этом все и дело. Ломоносов вот решил этот вопрос. Ну и вот в результате мы имеем... Причем интересно, что мы тогда ведь не стеснялись. Кстати говоря, вот Петр Первый, это как раз, верно, одно из самых лучших доказательств того, что гений и злодейство вещи вполне совместимы. Он был безусловный гений, но чрезвычайно жестокий человек, конечно. Он собственноручно рубил головы там стрельцам, чего в общем мог бы и не делать. У него палачей было вполне достаточно, но ему почему-то доставляло эту далость. Но, опять же, опять же, вот это вопрос о роли человека в истории. Ведь, когда Пушкин писал о мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы? Россия ведь была действительно над самой бездной, потому что в Европе начиналась новая серия войн за перекройку европейских границ. И, конечно, первой же целью была бы Россия. И, конечно, говорить о том, что стрельцы могли бы устоять против шведских, там, саксонских гренадер, это просто смешно. Петровские потешные разогнали взбунтовавшихся стрельцов за 15 минут. Не потому, опять же, что стрельцы были трусы, а потому что Петровские потешные были бы европейски обучены. Вот и все. Только этим они взяли. Они пороху не нюхали. Но они умели, как это делается. Они знали, как это делается, в отличие от стрельцов, которые не знали. Хотя и были, конечно, храбрые люди. Так вот, это к вопросу о роли личности, так сказать, в истории. Все такое прочее. Так что вся эта история о пассионарности, во-первых, это, конечно, списано у многих других авторов. В-третьих, возвращаясь к вопросу о цивилизациях, цивилизации живут неограниченно долго. И вообще в мире существовало, это, повторяю, моя точка зрения, вы можете с ней соглашаться или не соглашаться, существовало и существуют следующие цивилизации. Во-первых, европейская цивилизация, я не в хронологическом порядке перечисляю, просто с запада на восток. Ближневосточная цивилизация, или как теперь называют исламский мир там и так далее. Цивилизации Южной Азии, Индии и прилегающие страны. Дальневосточная цивилизация, Китай, Япония, Индокитай. Все эти цивилизации, да, и еще есть одна цивилизация, так сказать, недостигшая высот своих, это цивилизация до Колумбовой Америки. Ну, она была насильственно уничтожена, поэтому тут говорить не о чем. Она была насильственно уничтожена колонизаторами. Хотя потомки ее будут жить там до сих пор. Каждая из этих цивилизаций возникла вокруг одного-двух первоначальных центров, ну, например, ближневосточная цивилизация возникла вокруг месопотамской культуры и культуры Египетской. Что это цивилизации и